Представьте себе мир, в котором наша планета, некогда покрытая обширными водными массивами, внезапно превращается в пустыню. Исчезают все океаны, озера и реки, уступая место бескрайним пустошам. Это не просто фантазия, это сценарий, который ученые называют началом конца. Воды нет, и с ее исчезновением Земля утрачивает свою жизнеобеспечивающую сущность. Без водных просторов мировой океан больше не регулирует климат, не смягчает температурные колебания и не поддерживает сложный круговорот воды, который питает множество экосистем. Города, некогда расположенные на побережьях и реках, оказываются в центре огромных пустынь. Подножия гор и равнинные реки становятся сухими тропами, по которым в прошлом текли потоки, наполняющие большие и малые водоемы. Без водных ресурсов целые государства сталкиваются с угрозой дефицита пресной воды, которая становится самым ценным ресурсом, недоступным большинству. С суши, истощенной отсутствием воды, нарушается естественная биосфера. Океанские течения больше не регулируют климат, замедляется движение воздушных масс, что приводит к экстремальным погодным условиям. Глобальная температура начинает резко изменяться, создавая зоны экстремальной жары или холода. На фоне этих изменений наша планета становится почти призрачной, неузнаваемой тенью прежнего себя. Тревожащие изменения в климате и окружающей среде только предвещают более глубокие скрытые угрозы, влияющие на жизнь на Земле. Вопрос в том, сможет ли человечество адаптироваться, или это станет началом конца для всех нас? Без океанов нашей планете грозит серьезное испытание. Первая и, пожалуй, наиболее ощутимая проблема – это полное изменение климата. Океаны играли ключевую роль в поддержании стабильности температуры на Земле. Они поглощали солнечное тепло и равномерно его распределяли, предотвращая резкие перепады температур. Без этих гигантских резервуаров тепла климат становится крайне нестабильным. Возможно, что в одних регионах начнутся суровые зимы с температурой, достигающей экстремально низких значений, а в других – невыносимая жара, опаляющая все живое. Отсутствие океанов также означает конец привычных погодных циклов, таких как мусоны и тропические штормы. Эти системы играли важную роль в распределении осадков. В результате многие регионы столкнутся с непредсказуемостью и дефицитом дождей, что еще сильнее усугубит проблему засухи. Например, сельскохозяйственные земли, которые зависят от сезонных дождей, столкнутся с настоящей катастрофой. Урожай резко снизится, что приведет к голоду и экономическим потрясениям. Кроме того, без океанов исчезнут и морские течения, такие как гольфстрим, которые участвуют в переносе тепла по планете. Это усугубит экстремальные температурные условия на континентах. Дефицит влаги, некогда испаряемый из океанов, приведет к уменьшению облачности, что еще больше усилит суровость климатических изменений. Отсутствие облаков означает не только дефицит дождя, но и более интенсивное солнечное излучение, воздействующее на земли, увеличивая риск природных катастроф, таких как пожары и разрушительные ветра. Третья проблема Татарущебайом – это возросшая интенсивность ветров. В отсутствие огромных водных поверхностей, которые сглаживали и замедляли воздушные потоки, ветры становятся более резкими и опасными. Они будут разрушать инфраструктуру, уничтожать остатки растительности и увеличивать пылевые бури. Наша планета становится более враждебной, и в таких условиях выживание кажется настоящим вызовом для человечества. Но это только начало изменений, которые ждут нас в мире без океанов. Как только исчезает последний водоем, встает вопрос о том, что произойдет с биоразнообразием планеты. Ученые прогнозируют масштабное исчезновение видов, которые тесно связаны с водной средой. Внезапный коллапс аквамира оказывает разрушительное воздействие на тысячи видов рыб, моллюсков и кораллов, для которых океаны были домом. Без привычной среды обитания морская жизнь исчезает практически мгновенно, оставляя после себя лишь пустые раковины и осколки коралловых рифов. Но угрозы не ограничиваются лишь водными обитателями. В недрах суши, где когда-то были реки и озера, происходят драматические изменения. Птицы, мигрировавшие на дальние расстояния и зависимые от водных экосистем, теряют свои привычные маршруты и источники пищи. Те из них, кто не успевает адаптироваться к новым условиям, быстро исчезает. Такие изменения распространяются на всю цепочку питания, угрожая жизни крупных хищников, зависимых от своих водных жертв. С исчезновением пресной воды исчезает и разнообразие флоры, от которой зависит жизнь многих животных. Растения, привыкшие к влажному климату, гибнут, уступая место пустынным и полупустынным видам, которые не могут обеспечить такую же биоразнообразность. Насекомые, птицы и млекопитающие, питающиеся растениями и их плодами сталкиваются с нехваткой пропитания. Это приводит к цепной реакции вымираний, где исчезновение одного вида запускает процесс разрушения целых экосистем. Мир без воды становится местом сурового отбора, где выживают лишь наиболее приспособленные и стойкие к экстремальным условиям виды. Это придает новым формам жизни шанс на развитие. Становится ясно, что в таком измененном мире выживание требует не только физической стойкости, но и новой адаптивности, которая позволит выдержать быструю трансформацию всего, что когда-то было привычным и стабильным. Как только водные пространства исчезают, на планету обрушивается лавина экономических потрясений невиданного масштаба. Начиная с сельского хозяйства, которое всегда зависело от пресной воды, страны по всему миру тут же оказываются на пороге продовольственного кризиса. Фермерские угодья высыхают, урожаи резко падают и начинается глобальный голод. Без воды производство продовольствия становится роскошью, доступной лишь немногим, что приводит к резкому росту цен и спекуляциям. В результате миллионы людей оказываются на грани выживания, а нищета охватывает целые континенты. Энергетический сектор тоже оказывается в тупике. Гидроэлектростанции, которые обеспечивали значительную часть энергии, прекращают свою деятельность. В отсутствие воды, необходимой для охлаждения, атомные станции сталкиваются с критическими проблемами. Фабрики, зависящие от водяных систем для производства и охлаждения, резко сокращают объемы выпуска, увеличивая безработицу. Мир сталкивается с кризисом энергоресурсов, и это вызывает цепную реакцию в экономике. Транспортировка товаров, ранее осуществляемая морем, становится невозможной. Международная торговля рушится, что приводит к резким перебоям в поставках товаров первой необходимости. На фоне этих изменений валюты обесцениваются, биржи обрушиваются, а финансовые рынки теряют стабильность. Мир оказывается в самой глубокой депрессии за всю историю, и это ставит под сомнение саму структуру глобальной экономики. На фоне усиливающихся социальных волнений правительства вынуждены вводить жесткие меры, чтобы справиться с последствиями. Они пытаются справиться с кризисом, но в условиях острого дефицита ресурсов и экономического хаоса стабильность кажется иллюзией. В этих условиях каждый вновь обретает инстинкт выживания, а человечество вынуждено адаптируется к новой реальности, где ресурсы становятся главной ценностью. В условиях такой нестабильности возникают новые альянсы и конфликты, и человечество сталкивается с вызовами, требующими небывалой изобретательности и сил. В условиях, когда исчезновение водных ресурсов становится реальностью, мир оказывается на грани новых войн и конфликтов. Вода стремительно превращается в самое ценное достояние, и борьба за нее приобретает невиданные масштабы. В течение короткого времени образуются новые альянсы и начинаются столкновения за контроль над оставшимися источниками пресной воды. Страны вынуждены пересматривать свои геополитические стратегии, чтобы защитить свои интересы и обеспечивать население жизненно необходимыми ресурсами. В условиях кризиса даже небольшие водоемы становятся объектами стратегического интереса. Группы, находящиеся у власти, пытаются закрепиться в районах с остатками влаги, формируя новые водные монополии. Это приводит к росту напряженности между государствами, которые когда-то были союзниками. Те, кто контролирует водные ресурсы, получают возможность диктовать свои условия, что неизбежно ведет к появлению новых зон конфликта. Наряду с этим внутренняя нестабильность охватывает множество стран. В условиях дефицита воды население массово перемещается в поисках лучших условий жизни. Это вызывает поток беженцев, который создает дополнительные проблемы для стран, пытающихся справиться с внутренними неурядицами. Демографические изменения приводят к перегрузке инфраструктуры и резкому росту социальных напряжений. Границы становятся точками конфликтов и контролировать миграционные потоки становится крайне сложно. Международные организации пытаются вмешаться и урегулировать обостряющиеся конфликты, но в условиях острого дефицита ресурсов и глобальной неопределенности попытки наладить координацию часто терпят неудачу. Новаторские решения, такие как попытки создания синтетической воды или более эффективные системы переработки, становятся крайне востребованными. Но их внедрение требует времени. Смена приоритетов человечества и возникновение новых форм альянсов приводят к тому, что мир, каким мы его знали, стремительно меняется. В этом новом порядке ресурсов все решает способность адаптироваться и удерживать контроль над жизненно важными ресурсами. Каждый шаг к преодолению этого кризиса становится шагом в новую эпоху, где даже малейшая капля воды может стать залогом выживания и ключом к будущему всего человечества. Природа вступает в свои последние дни. Животные, веками адаптировавшиеся к жизни в тени водоемов, теперь сталкиваются с исчезновением привычной среды обитания. Млекопитающие, жившие у берегов рек и озер, вынуждены мигрировать в поисках новых источников пропитания. Их новые дома – это суровые пустыни, где каждый день превращаются в борьбу за существование. Но куда сложнее приходится амфибиям и пресноводным видам рыб, которые практически обречены на вымирание. Растительный мир также переживает катастрофу. Влажные экосистемы, от которых зависело огромное разнообразие видов, становятся жертвами изменений. Леса, которые всегда были защитниками нашей планеты, начинают высыхать и умирать, уступая место пустыням. Флора, привыкшая к обилию влаги, исчезает, а на ее месте выживают лишь те растения, которые могут обойтись без воды на длительное время. Тучи пыли заменяют некогда зеленые горизонты, и с каждым днем надежда на возвращение прежней природы тает. С исчезновением этих экосистем обрываются и пищевые цепочки, от которых зависели многочисленные виды. Хищники, не способные найти привычную добычу, сталкиваются с голодом и вынуждены адаптироваться или вымирать. Птицы теряют свои гнездовья, а насекомые, некогда игравшие ведущую роль в поддержании экосистем, исчезают вместе с ними. Наступает новая эра, где выживание зависит от способности видов адаптироваться к почти бесплодной среде. Вновь образовавшиеся пустынные ландшафты становятся жестокими экзаменами на выживание. Лишь немногие виды, обладающие уникальной стойкостью, смогут приспособиться к этим условиям. В мире, где вода стала редкостью, каждое живое существо вынуждено находить инновационные способы адаптации, чтобы сохранить свои виды. Этот процесс приводит к образованию новых экосистем, которые кардинально отличаются от прежних, но несут с собой обещания выживания для тех, кто нашел способ адаптироваться в условиях водной катастрофы. В условиях, когда исчезновение водных ресурсов стало неизбежной реальностью, человечество столкнулось с жестоким выбором – адаптация или вымирание. Выживание требует новых подходов, и люди начинают искать инновационные пути в изменившемся мире. Первым шагом на пути к адаптации становится освоение новых технологий, которые помогут сохранить оставшиеся ресурсы. Биотехнологии, позволяющие культивировать растения без почвы и минимальным количеством воды, становятся основой сельского хозяйства. Вертикальные фермы и гидропоника становятся не роскошью, а необходимостью, позволяя получать урожай в условиях почти полного отсутствия пресной воды. В то время как технологии пытаются смягчить последствия кризиса, внимание ученых и инженеров сосредоточено на разработке новых систем водоочистки и рециклинга. Дождевые сборы, конденсационные системы и восстановление влаги из воздуха помогают обеспечить города и поселения водой, необходимой для выживания. При этом появляется необходимость перемещения крупных городов к географическим зонам, где возможность восстановления водных ресурсов выше. Это приводит к новому этапу урбанизации, где экологическое жилье и устойчивые города становятся стандартом. На уровне отдельных людей и сообществ формируются навыки и образ жизни, которые позволяют минимизировать потребление воды. Качественное образование в области экологии и ресурсов, сберегающих технологий, становится приоритетным. Совместные усилия по выживанию и устойчивому использованию ресурсов приводят к появлению глобальных сетей помощи и обмена знаниями. В этих непростых условиях человечество вынуждено пересматривать свои приоритеты, чтобы сосуществовать с новой реальностью. В это время, когда каждый шаг может стать критически важным, человечество изобретает новое будущее, где каждая капля и инновация становится ценностью, определяющей выживание и адаптацию. Способность приспосабливаться и использовать новые технологии в такой ситуации — это не просто выбор, а необходимость для выживания. Как только исчезновение водных источников стало свершившимся фактом, облик Земли начал стремительно изменяться. Бывшие озерные и морские дна, некогда скрытые под толщей воды, превратились в бескрайние пустыни с растрескавшейся землей и солончаками. Эти новые просторы, испещренные остатками древних рифов и затонувших кораблей, стали символами ушедшего мира. На полюсах, где некогда царствовали льды, теперь простираются голые каменистые равнины, где большие пласты льда постепенно тают, оголяя древние грунты. Исчезновение ледников оставляет за собой реки из расплавленного льда, которые вскоре испаряются, оставляя засушливые следы. С изменением поверхности Земли растительные и животные виды, привыкшие к определенным условиям, сталкиваются с новыми вызовами. Растения, прежде зеленообрамлявшие берега водоемов, теперь вынуждены адаптироваться к засухе. Леса, некогда обильные, высыхают и редеют, уступая место пустынной растительности. Некогда плодородные почвы становятся малопригодными для жизни, уступая место новым, более приспособленным видам. В этой новой реальности человеческие цивилизации вынуждены пересматривать свои привычные границы. Города перемещаются к редким источникам пресной воды, а население концентрируется в географически выгодных точках. В бывших прибрежных мегаполисах, оставшихся без воды, начинается массовая миграция в поисках более пригодных для жизни мест. Бывшие морские порты, некогда кипевшие активностью, превращаются в города-призраки с пустыми доками и заброшенными зданиями. Изменившаяся поверхность планеты требует новых стратегий выживания. Люди изучают древнее искусство орошения и земледелия, используя каждую возможность для возрождения сельского хозяйства в новых условиях. На фоне этих изменений инженерные проекты будущего сосредотачиваются на сохранении и восстановлении жизненно важных ресурсов. В мире, ставшем свидетелем колоссальных изменений, каждый день требуют новых подходов и решений в борьбе за выживание на изменившейся планете. Как только мир без воды становится нашей новой реальностью, вопрос о том, какое наследие оставит человечество, приобретает критическое значение. Первое, что приходит на ум, это величественные города, которые когда-то процветали у побережий. Теперь они стоят в полном запустении. Их когда-то оживленные улицы покрыты слоем пыли, а здания постепенно разрушаются, становясь безмолвными свидетелями прошлого величия. Пустые дома и офисы напоминают о потерянной эпохе. Промышленные зоны, некогда дышавшие жизнью, становятся бесполезными. Машины, которые прежде обеспечивали производство, покрыты ржавчиной и без рабочей силы и ресурсов, они становятся символами человечества, оказавшегося в тупике. Эти заброшенные объекты превращаются в реликты технологической эры, отголоски которой звучат в мире, где ресурсы ценятся на вес золота. Однако наследие человечества — это не только разруха, но и отпечатки культуры, искусства и знаний, оставшиеся после нас. Музеи и библиотеки, хотя и обезлюдели, продолжают хранить знания прошлых эпох. Книги, картины и артефакты, собранные в этих хранилищах, продолжают передавать историю нашим потомкам, если только они найдут способ защитить эти сокровища от времени и разрушений. Тем не менее, самым важным наследием, возможно, станет накопленный опыт выживания. Все изобретения и технологии, которые позволили человечеству адаптироваться, могут стать основой для будущих поколений, стремящихся восстановить баланс на планете. От геотермальных источников энергии до замкнутых систем водоснабжения — все эти достижения будут свидетельством нашего стремления к жизни. Эти следы нашего присутствия на Земле станут уроком и напоминанием о том, насколько хрупка окружающая среда. И хотя многое будет утеряно, человечество оставит за собой мотивирующие примеры целеустремленности, инноваций и надежды на возрождение жизни. Это наследие станет для будущих поколений возможностью избежать прежних ошибок и двигаться вперед в гармонии с планетой, создавая новый мир из руин старого.